Приветствую вас! Давайте попробуем представить себя на месте вашего мужчины. Так? Ваш мужчина, будучи женатым, будучи, так сказать, в семье, да, встречается с вас, то есть с любовницей. С этой любовницей мужчина, ну, скажем так, ссорится, да, и понимает, что в результате ссоры может ее, то есть вас, потерять. Мужчины понимают, что вы в курсе, что он женат. И в курсе, наверное, того, что, ну, он не собирается разводиться, не собирается давать вам того, чего вы хотите, не собирается как-то делать вас своей женщиной в ближайшее время. И, соответственно, он сомневается в том, насколько вы хотите быть с ним. Насколько вы заинтересованы в том, чтобы быть с ним. Насколько вы стремитесь, может быть, к нему и так далее. Для вашего мужчины есть большая вероятность того, что вы можете его, ну, как бы бросить. И именно поэтому он вас приревновал, именно поэтому он, значит, теперь одновременно пытается и напомнить вам о себе, сделав вам больно и одновременно с этим, значит, боится, значит, того, что вы можете от него уйти и боится того, что он может отсюда побегать. Вот. Что можно сказать по этой ситуации? По этой ситуации можно только спросить вас, как так вышло, как так получилось, что вы выбрали себе женатого мужчину, как так получилось, что вы связали свою жизнь с женатым мужчиной. Почему так? Почему так? Зачем так? Для чего так? Вот. Я полагаю, что именно в таком ключе вам нужно задавать вопросы, потому что, ну, понимаете, пока не очень понятно вообще, и зачем вы встречаетесь с этим человеком, на что вы надеетесь, на что рассчитываете и так далее. Вот. А пока непонятно. Исходя именно из того, что вы написали, то есть вы продолжаете, сейчас вы продолжаете себя, ну, ставить на какое-то, знаете, второе место после его жены. И тем самым обесценивайте себя. Я не думаю, что это то, чего вы достойны, я думаю, что вы достойны гораздо большего. Вот. И, соответственно, мне бы хотелось, чтобы вы как-то вот для себя постарались выделить мотивы. Да, то есть, для чего вы с этим человеком? Зачем вы с этим человеком? в отношениях находитесь? Какой целью вы с этим человеком находитесь в отношениях? И если вы его любите, то как эта любовь соответствует всем, что вы хотите для себя, что вы хотите для него и так далее? Это очень важный момент, потому что, ну, если женщина встречается с женатым мужчиной, это всегда для нее чревато негативными последствиями. Мне бы хотелось, чтобы вы в эти последствия не угодили. Ну, по крайней мере, постарались не угодить. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Обратите внимание на то, что вы спрашиваете про него и не спрашиваете ничего про себя. Хотя именно про себя нужно задавать вопросы в первую очередь психологам, потому что психологи работают непосредственно с клиентами, а не с людьми клиентов. То есть будь то родные, будь то близкие, будь то друзья, будь то любимые люди и так далее. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я вам желаю всего самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok